Вот так вот идешь и незаметно переходишь границу другого государства. Тихо, я говорю. Сегодня дождливый день. Очередной. Вон папа нас провожает. Папа провожает. Мы едем в Голландию на несколько дней. Поехали. Нидерланды через километр. Вы куда едете? Я с вами. Девочка, ты куда едешь? А я это, по навигатору. Дашенька, ты куда едешь? Куда папа везет, ты куда едешь. Яков, куда мы едем? В Нидерланды. Одна я еду в Нидерланды, значит, все остальные едут. Куда везут? Как мешки с картошкой? Так, главное сейчас не уехать, куда не надо. Этот магазин бельгийский или голландский? Я не знаю, смотри, вот Голландия, видишь? Вот ты стоишь в Бельгии. Вот Бельгия. Ты стоишь в Бельгии. Это Голландия. И вход в магазин со стороны Голландии. Но трусики вон там продаются уже в Бельгии. Город Баарле-Насау, он же город Баарле-Херток, самый странный, наверное, в Европе населенный пункт. Он весь испещрен границей между Бельгией и Голландией. Этот город, как бы бельгийский, находится полностью на голландской территории. И внутри этого города есть голландские территории. То есть, эксклавы, по-моему, они называются. И здесь проходит государственная граница между двумя этими городами. И проходит она, соответственно, между отдельными кварталами или даже между отдельными домами. То есть, мы сейчас видели дом, который поделен на две части слева. Бельгия, справа Голландия. 24 отдельных земельных участка. 20 эксклавов, которые окружены территорией Нидерландов. И еще три участка, которые приметают к бельгийской территории. Очень интересно. Обязательно нужно зайти в Information в центре города. Все рассказывают, дают карту. На карте все. Смотрите, белое – это Нидерланды. А вот это вот серое – это Бельгия. Границы проходят. Вот здесь есть специальный маршрут по городу. И мы сейчас по нему пойдем гулять. У нас Яков сидит в Голландии, а Даша сидит в Бельгии. По законам Нидерландов, когда-то, да, питейные заведения и кафешки должны были закрываться рано. И поэтому, что делал хозяин такого заведения? Он переставлял столы на соседнюю сторону по, соответственно, другую сторону от линии. И там люди продолжали выпивать, проводить время, находясь формально при этом в Бельгии. Это привело к тому, что многие дома, которые перерезаны границей, они сегодня стали кафе-ресторанами. С тем, чтобы люди отдыхали в этом заведении, но как бы на 5 метров там левее или правее от линии границы. В Финкербане Дима на 3 детей только умудрился выпить пиво, а тут вот прямо сразу. Я не знаю, где я сейчас точно нахожусь, в Бельгии или в Голландии в данный конкретный момент, но пиво вкусное. Я запарился переходить границы здесь уже. Вот это вот почтальону реально тяжело, наверное, будет. Мама, ну вот если бы не мы, ну была бы, оказалась бы ты здесь. Я даже и не знала о существовании этого города. Ты что? Откуда? Такой пирожок вкусный, сяблоком. Ужасный. Мне кажется, что мы очень интересно прогулялись. Мы вот шли по карте, по знакам, посмотрели все интересные дома. Поочередно были то в Бельгии, то в Голландии. Да, миллион раз перешли границу. Миллион раз перешли границу, да. Да, и в конце даже перестали замечать, что мы переходим границу. И чувствовали себя одинаково, уютно и там, и там. В общем, разницы на самом деле даже не заметили, где Бельгия. Но мы зашли в какую-то историческую пекарню. Меня там спросили, откуда мы искали из Израиля. Они спросили, есть ли такая же выпечка в Израиле, как у них тут в Бельгии. Я сказала, нет, такой выпечки нет. Следующий номер нашей программы... Ой, посмотрите, какая карта. О, вот это все. Черные линии, это граница между странами. Которые находятся в одном городе. В одном городе, да. Так, следующий номер нашей программы. Замок, как называется? Хар. Хар. Поехали. Продолжение следует...